каждый год мы с друзьями встречаемся на берегу реки и открываем водометный сезон сегодня 9 твоя мая и мы в этот праздничный день находимся на реке катунь это место слияния двух рек катунь и урсул май это сезон сплавщиков очень много сплавщиков спускаются по реке урсул спускаем лодки на воду очень удобно когда лодку перевозишь на дубном состоянии и тратишь время на накачку на сборку на навеску мотора пустил на воду и поехал вот я и лодки попытаюсь сделать первый взор так что там надо в этом году я собрал лодку на дистанционном управлении раньше всегда ходил на румпеле тут я решила попробовать этот вариант установил литровый мотор mercury 50 его редуктор 0 7 оборотов хорошо усилил транец так как мотор намного тяжелее предыдущего мы и за зиму сделали очень много доработок с лодкой в общем решили далеко не уходить и поставил лагерь напротив наших автомобилей другой стороне реки катунь вечером сидим у костра жарим шашлыки общаемся с друзьями жарится у нас еда на утро у нас очень много планов основным мероприятием на сегодня будет прохождение порога шабаш на реке катунь ганчика сегодня клещ у силу вот страшно сидит сейчас вниз вот ребята ставьте обязательно да на прививаться и от антиперин держи на утро казалось приятным не у всех 5 лодок дениса клещ укусил поехал сделать прививку ван гудай подкачать лодки надо вперед надеваем спасательные жилеты прогреваем моторы и стартуем вверх пока туне буквально два километра ниже находится порог шабаш в данное время года катунь имеет такой неприятный цвет очень большая мутная вода но зато цветет моральник по берегам нас радует солнечная погода идем вверх на четырех лодках моя лодка solar 470 мотор mercury 50 лодка михаила фрегат 480 мотор ямаха виталия на выдали 480 с мотором тахацию 50 и андрей на лодке фрегат и мотор такой же как у меня меркури 50 а вот и сам порог страшным названием шабаш казался таким уж страшным в этот уровень воды выходим его осматриваем с берега ищем место для прохода самым лучшим вариантом нам показался проход по правой стороне а на алтай продолжает свистим оральник такое все фиолетовое первым стартую я solar 470 легко преодолевает его смотря на то что я второй раз сижу за дистанционным управлением лодка слушается меня замечательно я потихоньку тренируюсь вторым идет михаил на фрегате и также легко прошел его кстати он уже не первый раз проходит шабаш сам михаил с гурналтайска италия на своей лодке выдра 480 также как и все проходят легко этот порог а мы идем вверх к порогу шабаш 1 ледяная мутная вода с очень быстрым течением как раз вам нужно проверить наши лодки боевых условиях нас сложилась очень замечательная команда не есть лодки разных производителей но позволяет сравнивать их со своей лодкой постоянно делимся опытом смотрим кто что сделал за зиму какие новшества внесены ну и тем самым развивается наше водометное движение в стране как известно подъем вверх не самое сложное более сложен этот пуск вниз нет возможности остановиться поправить лодку в нужном направлении нужно действовать в данной ситуации очень оперативно и точно даже небольшая ошибка может привести к перевороту лодки к примеру идя вниз можно налететь на камень лодку может развернуть боком либо вовсе перевернуть а сегодня на алтай погода замечательная солнечные здесь у нас лагеря на противоположном берегу машины стоят а мы сейчас поедем на реку большая самульта большая самульта находится чуть ниже акатуни это ее правый приток высокогорная река с хорошим уклоном и множество препятствий в виде порогов камней и сливов в данное время года идет запрет на рыбалку мутная вода поэтому мы даже и берем с собой удочки ну а летом говорят неплохая рыбалка на этой реке ловится хариус среднего и крупного размера впереди нас ждут пороги и сливы также много камней в планах дойти до порога он вроде без названия один из мощных порогов выше которого впадает река болтарган а еще выше есть каскад порогов под названием шумы которые ходят сплавщики управляются на катамаранах каяка а у мульта очень красивая река далее она зажимается каньоном высота которого метров 300 400 дороги туда нет только есть тропы по которым местные ходят на конях и рыбачат да эту лодку спасает только мощный мотор да и 50 сильные моторы о них тут можно забыть фига с таким мотором 115 лошадей очень хорошо идет по реке лодка очень тяжелая у него мотор 50 лошадей не вывозят тут надо ставить минимум 90 либо 115 километров наверно 56 вверх от устья находится какая-то избушка я бы сказал даже дача говорят это охотничая избушка президент там присутствует охрана стоят генераторы сруб два этажа и вокруг колючий забор это первый более-менее серьезный порог на данной реке который мы решили пройти и остановиться на этом в раз первым стартует михаил он выбрал проход по левой стороне реки на мишином фрегате установлено дистанционное управление на более трех оборотов это конечно комфортно легко но не так информативно надо он просто не успевает рулить идеале ставить на на 1317 оборотов думаю это будет само то для таких лет на же вообще стоит короткохода редуктор полная перекладка руля составляет 0 7 оборота я же решил взять порог прямо в лоб по правой стороне очень универсальная лодка 470 салат на рыбалку и в экспедицию и пороги штурмовать на нем можно ну вот прошли порог на реке большая самульта а сегодня это наша конечная точка возвращаемся вниз а вниз идти на лодке это намного тяжелее чем вверх нельзя не притормозить нет времени остановиться подумать перед сливом как проходить его зачастую не видно камнин который находится ниже самое опасное на спуске это зайти боком на камень может пойти вода в лодку не перевернуть третий день все едут по домам а мы на двух лодках поедем вниз 140 километров а там куда я в общем у нас созрел такой план наши напарники садятся на автомобиле и идут вниз 180 километров вы их пройдем на наших лодках 4 или 5 часов и мы будем на месте вперед по пути мы проходим много порогов не знаю честно как они называются и дальше внизу заканчивается так называемый дикий алтай и начинается туристическая зона по берегам стоят базы отовсюду пахнет шашлыком костром очень много отдыхающих весной на алтае тут запахло горелой травой сначала не мог понять откуда идет этот запах но потом мы увидели такую картину что на горе выгорает сухая трава и кустарники подъехав ближе мы увидели что стоят машины мчс работают пожарные надеюсь они подшили его все а и у и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все фиолетовое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Алтай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, отлично провели майские праздники. Покупайте лодки, приезжайте на Алтай, тут летом очень красиво, свежий воздух, нет ни комаров, ни мошки.